Особые истории с Дмитрием Травиным Здравствуйте, а мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге Дмитрий Яковлевич, как всегда, добрый день Добрый день У вас, это я зрителям говорю, что у Дмитрия Травиным стартовал цикл его лекций Посвященных как раз модернизации на платформе Степик И мы сегодня решили про это поговорить Потому что, мне кажется, самое важное – это рассказывать о хороших начинаниях Собственно, давайте это и сделаем Еще раз, я так понимаю, это при поддержке фонда Гайдара Совершенно верно Я очень благодарен фонду Гайдара Они сделали, на мой взгляд, две очень важные и хорошие вещи Во-первых, записали мой цикл Достаточно серьезно, основательно Цикл из десяти лекций записали в студии Это уже не просто запись лекций, которые я читаю у себя в университете И, во-вторых, фонд выложил это на платформе Степик в свободный доступ Там есть разные циклы лекций, которые делает фонд Гайдара Что-то платное, что-то бесплатное Вот мой цикл, к моей радости, попал в бесплатные Число бесплатных циклов, поэтому свободно можно присоединяться Есть электронный адрес Как я понимаю, Валерий, наша программа покажет этот адрес И можно будет по нему войти на эту образовательную платформу Степик Да, и если вы вдруг ее упустите То ссылка у нас на экране Хотя я не понимаю, как ее можно здесь упустить Можно будет, конечно, ее найти в описании к этому видео Да Вот Цикл посвящен введению в историческую социологию Мне представляется, что это довольно важный цикл лекций Не только потому, что я их читаю и хочу себя похвалить Как раз такого желания у меня нет Я в данном случае рассказываю не о своей научной работе А о выдающихся книгах в области исторической социологии О том, что это за наука И в максимальной степени себя, свои научные занятия Стараюсь из этого цикла устранить Для того, чтобы узнать Мои научные занятия Можно почитать в мои основные книги последних лет Так вот, почему это важно? Дело в том, что Историческая социология для нашей страны наука довольно новая У нас много историков И есть большой интерес к истории Причем в основном истории не такого давнего прошлого У нас интересуются революцией, сталинизмом Моей любимой темой реформы 80-х, 90-х годов Меньше интересуются глубинные истории То есть истории, уходящие куда-то в даль веков Многим кажется, что это не связано с современностью И напрасно так кажется, потому что связано Иногда связано очень тесно Так вот, есть интерес к истории Есть интерес к социологии Но социология тоже у нас часто понимается своеобразно Как наука о массовых опросах О том, что люди думают в данный момент И что завтра хотят делать На самом деле социология Гораздо более масштабная наука И текущие опросы являются просто одним из инструментов социологии Так же, как другим инструментом является Исследование исторических фактов И анализ истории на протяжении долгого времени Вот историческая социология объединяет историю социологию И пытается, насколько вообще в науке это возможно Ответить на многие актуальные проблемы Которые мы себе задаем Ну скажем Почему одни страны богатые, другие бедные Так называется одна из книг Которые я анализирую в данном лекционном курсе Книга Дарена Аджамагло и Джеймса Робертсона Почему возникают революции Тоже очень важный вопрос Особенно для нашей страны Где были разрушительные революции Почему распадаются империи Возникают национальные государства Ну и так далее То есть целый ряд такого рода вопросов Является для нашей страны очень актуальным Но, как ни парадоксально Наши ученые мало занимаются исследованиями Области исторической социологии А зарубежные ученые, классики этой науки Мало исследуют Россию Почему они мало исследуют Россию В общем понятно Потому что Россия для них является Страной периферийной Это мы иногда думаем Что весь свет клином сошелся на нашей стране Но это не так Наша страна интересует Ученых и политиков из других стран В основном, когда мы угрожаем Кинуть какую-нибудь там ядерную бомбу И тогда возникает вопрос Как от этого защититься Либо в те недолгие периоды Когда у нас активно развивается экономика И мы представляем интерес как партнеры Но этот период был действительно очень недолг И уже закончился Мы как партнеры сейчас почти никого не интересуем Вот, так что мы мало интересны А кроме того, в основном ученые Классики в исторической социологии Русского языка не знают Это люди в целом очень образованные Они работают с тремя-четырьмя языками Но почти всегда это английский Французский, испанский Может быть немецкий Может быть итальянский Но с русским языком Работают, как правило, только историки Специалисты по России А они ограничиваются Узкой тематикой Своей эпохой Своим царем Или своим диктатором И не пытаются делать Глобальное обобщение О богатстве и бедности О эволюциях И вот, да Ну, а что касается наших ученых То мне кажется, что здесь существует Некий страх Страх выйти за пределы Своей узкой науки Страх больших обобщений Иногда этот страх очень четко мотивирован Допустим Ну, иногда мне люди прямо говорят Я не защищу диссертацию в своей области Если я буду заниматься Такими обобщающими проблемами Потому что коллеги сочтут меня Популистом Популяризатором Популистом Там вот это слово Можно по-разному склонять И у меня будут проблемы С тем Воспримут ли они меня Как серьезного ученого А на Западе люди Реже этого боятся Там немало серьезных ученых В том числе нобелевские лауреаты Такие как Дуглас Норд Энтузиазмом приходили К такого рода обобщениям Для того, чтобы не просто Диссертации защищать И поддерживать Свой профессорский статус В каком-то университете А для того, чтобы отвечать На вопросы Которые волнуют Широкую публику А у нас на вопросы Которые волнуют Широкую публику Чаще отвечают Шарлатаны Потому что они Не боятся потерять Позиции в науке У них этих позиций В общем-то и нет Это часто Люди Которые называют себя Экономистами Историками Социологами Но не работают В конкретных университетах Не имеют ученых степеней И свободно Рассуждают На любые темы Если это вызывает Популярность Вызывает интерес Широкой массы Я помею Своих скромных сил Сил очень скромных Я здесь не пытаюсь Как-то Кокетничать Потому что вообще Историческая социология Требует Объединения работы Многих ученых Журналы Соответствующие Нужны Где люди Обменивались Статьями Вот То есть Мои одинокие силы Здесь довольно скромны Но я пытаюсь По мере этих скромных сил Рассказывать И читателям моих И в данном случае Потенциальным зрителям Вот этого лекционного курса О том Что это за наука Какие основные Научные достижения В этой области Существуют И как Эта наука Оценивает Процесс Модернизации В частности Ну вот Слово Модернизация Просто непосредственно Связано С моим Исследовательским Центром Поэтому Процесс Модернизации Меня может быть Даже больше Интересует Чем некоторые Периферийные Вопросы Исторической Социологии Так что Заходите На платформу Степик Смотрите Этот курс Особенно Это Будет Полезно Тем Кому Не досталось Книги Которая У меня Выходила В прошлом Году Как Государство Богатеет Тираж Очень быстро Разошелся Издательство Не допечатывает По крайней мере Вот пока Здесь Есть возможность Послушать Конечно Значительно Сокращенном Варианте То о чем Написано В этой книге А также Еще целый ряд Вопросов О которых Я пока Книгу Не написал Но надеюсь Через какое-то Время И Об этом Тоже Небольшую книжку Сделать Если можно Кстати Перед тем Как будете Заходить на Степик Вы нам лайки Здесь поставьте Это очень важно Для продвижения Этого видео Я уже здесь Как попка Вынужден Это все время Говорить Потому что Нам важно Чтобы эту программу Видели Как можно Больше людей Мы работаем Для вас Каждый день И благодарим Всех подписчиков За поддержку Помочь Развитию Канала Очень просто Все сказано В описании К этому Видео Ютуб-канал Ищем выход Мы с вами Каждый день Говоря Между Между историей А тем Тем более Отсылает К другим Специалистам По вопросу Русской Революции Или Мексиканской Революции Историческая Социология Пытается Не просто Исследовать Конкретную Минуту Конкретного События А дать Ответ На вопрос Который Возникает В обществе Вот Те вопросы О которых Я вначале Говорил Допустим А почему Вообще Возникают Революции Историк На это Часто Возражал И Возражает Справедливо Когда я Говорю О такого Рода Полемике Между Социологами И историками Я не хочу Сказать Что одна Сторона Права Другая Нет Я Другую Имею Ввиду Историк Возражен Он Говорит У каждой Революции Свои Условия Французская Великая Французская Была В восемнадцатом Веке В стране Которая Выходила Так сказать Из эпохи Просвещения Русская Революция Была В двадцатом Столетии В стране С массовым Крестьянством С очень Малыми Просвещенными Слоями Ну и так далее И так далее Историк Может Про каждую Революцию Сказать Насколько Она Особна И это В принципе Будет верно Более Так Я даже Не буду Настаивать На том Что Можно Исследовать И вывести Какие-то Закономерности В исторической Социологии Не думаю Что есть Закономерность Понимая Которую Можно точно Сказать Где и Какая Революция Произойдет Нет Все намного Сложнее Но Что мы Можем Найти Если Занимаемся Исторической Социологии В разных Странах И в разные Эпохи Некие Общие Условия Которые Если Сойдутся Вместе С высокой Степенью Вероятности Революцию Вызывают А если Не сойдутся Вместе То Вероятность Революции Будет Невелика Как возникают Эти условия Непредсказуем Если Человек Начинает Говорить Что Вот Он точно Знает Что в России Через Пять Или Десять Лет Вот Первое Второе Пятое Условия Революции Будут А Третьего Четвертого Не будет То Такого Рода Предсказатель Скорее Семь Выявляется Шарлатан Так что Вот здесь Есть Границы Науки И Дальше Этих Границ Зрителям Читателям Не стоит Пытаться Нас Двигать Но Сами Условия Можно Более Менее Понять Если Мы Анализируем Большой Революционный Опыт Разных Страх И Скажем В одной Из лекций Я говорю О теории Джека Голдстоуна Американского Ученого Который Выделил Пять Таких Ключевых Условий И Действительно Когда мы Смотрим На разные Революции То Ну Либо Все Пять Либо По крайней Мере Четыре Условия В тех Или иных Революциях Сходятся А когда Мы Допустим Рассуждаем О том Почему Не произошло Революции В Сегодняшней России Хотя Были Такие Публицисты Которые Ее Нам Прогнозировали В последние Годы Вот Когда мы Смотрим Были ли Эти условия В России Мы Видим Что В России Из этих Условий Может Одно Два Было Да и то В неярко Выраженной Форме И тогда Мы Понимаем Почему Не Реализовались Эти Предсказания Вот То есть Вот Различия Между Историками Историческими Социологами Причем Естественно Любой Историк Может Двинуться Дальше Своих Исследований И заняться Исторической Социолог Когда я Точно так же Как социолог Может Двинуться Дальше Исследований Сегодняшнего Общества И попытаться Проанализировать Как это Общество Возникло Исторически Когда я Работал Над Книгой Над этим Лекционным Курсом Я Провел До себя Такую Любопытную Работу А Откуда Взялись Те Классики О которых Я Рассказывал Кто Они По Образованию По Ученым Степеням Чем Они Занимались В Молодости Никто Из них Не Родился Историческим Социологом Я Думаю Что В мире Вообще Нет Такого Места Такого Университета Готовят По Специальности Историческая Социология Точно Не знаю Конечно Но Подозреваю Что Такого Не Существует Все Кто Занимаются Исследованиями В области Исторической Социологии Первую Половину Своей Жизни Четверть Первую Четверть Своей Жизни Были Либо Историками Либо Социологами Либо Экономистами Либо Политологами Либо Даже Этнограф Или Антропологами Ну Здесь Само Название Науки Несколько Такое Расплывчатое Но Как бы то ни было Все Пришли Из Какой-то Другой Области Заинтересовавшись Вопросами О Долгосрочном Развитии Социолога Сам я Пришел Из Экономики Как многие Знают Я Имею Ученую Степень По Экономике Но И Свою Первую Книгу Европейская Модернизация Которая В общем Близка К теме Исторической Социологии Я писал Скорее Как Экономический Историк Там Конечно В той Книге Есть Очень Серьезные Выходы За пределы Экономической Истории Но Все-таки В основном Это именно Экономическая История А Последние 20 лет Я уже В равной Степени Интересуюсь И Экономическими И социальными И политическими И даже Военными Предпосылками Развития Общества Так что Вот Различия Я думаю Между Специалистами В конкретных Науках Истории Социологии Экономики И Исторической Социологии Вот в этом В том Что В том Насколько Специалист Ограничивает Себя Узкой Тематической И хронологической Рамкой Название Нашей Темы Точнее Темы Этой Программы Это Чего Нас Может Научить Историческая Социология У меня Традиционный Вопрос Который Наверное Часто Задавали Мне Интересно Слушать Вопрос А это Больше Описательная Наука Или Все-таки Есть Предсказательные Силы Грубо говоря То есть Можно ли Что-то Предсказать Грубо говоря Наверное Я должен Чуть-чуть Переформулировать Вопрос Потому что В такой Формулировке Ответ Односложный Предсказать Нельзя Хорошо Ну Суть Вопроса Наверное В том Описательная Ли Это Наука Или Аналитическая То есть Мы Просто Описываем Ход Развития Общества На протяжении Долгого Времени Или Мы Делаем Какие-то Выводы О том С чем Связаны Причины Того Или Иного Поворота С моей точки зрения Это Наука Прежде всего Аналитическая Но Есть Серьезная Опасность В том Что Человек Который Займется Исторической Социологией Постарается Побыстрее Написать Свою Книжку Или Статью И Напишет Ее На Довольно Ограниченном Объеме Исторических Фактов Которые Он Успеет Изучить Немало Есть Текстов Которые Я Читал И там Делаются Очень Серьезные Выводы Но При этом Совершенно Непонятно Из Какого Исторического Фона То есть Автор Просто Кровенно Игнорирует Реальные Исторические Факты И делает Некий Вывод Вот Когда я Понял Как поступают Некоторые Мои коллеги Я Для себя Сделал Вывод Что я Попытаюсь Пойти Другим Путью И В своих Книгах Которые Я сам Пишу По Исторической Социологии Здесь Обратите Внимание Я Сейчас Выхожу За пределы Рассказа О лекционном Курсе Который Вам Рекомендую Потому что В курсе Я рассказываю О трудах Других Ученых А вот Когда я Сам Пишу Допустим В книге Почему Россия Отстала Я Львиную Долю Книги Посвящаю Изложению Различных Исторических Фактов Исторических Обстоятельств Которые Как мне Представляются Важны Для того Чтобы Сделать Выводы И Только Дав Своему Читателю Широкую Историческую Картину Я Перехожу К выводу Только Когда Мне Кажется Что Уже Очень Трудно Опровергнуть Которым Я Пришел Потому Что Ну Просто Много Фактов Дается Вот Тогда Эти Выводы Дел И Сам Я Люблю Читать Книги Тип Исторических Социологов Где Дается Большая Развернутая Историческая Картина С обилием Фактов И только На основе Этих Фактов Делаются Соответствующие Люди Ну Допустим В этом Плане Одним Из Важнейших Авторитетов Для меня Является Американский Исторический Социолог Чарльз Тилли Вот Он поступает Подобным Упусом Некоторые Мои Любимые Авторы Ну Допустим Макс Вебер Классик Социологической Науки Иногда Так Поступают Иногда По-другому Допустим Знаменитая Протестантская Этика Макса Вебера Основана На Массе Исторических Фактов Это Очень Хорошая В этом Пламе Работа Что Не мешает Многим С ней Не соглашаться И Переводить Другие Факты Но Макс Вебер Написал Свою Книгу Очень Качественно Спорим Мы С ним Или Соглашаемся А Допустим В хозяйстве И обществе Там Есть Некие Есть Большие Разделы Где Мало Фактов Приводится Но Это В основном Связано С тем Что Книга Была Опубликована После Смерти Макса Вебера И Думаю Что Макс Вебер Просто Не успел Доработать Многие Разделы Вот Так Что В идеале Надо Много Описывать Много Анализировать Поэтому Серьезный Исторический Социолог Как правило Формируется Где-то Уже Во второй Половине Жизни Когда Сам Успел Много Прочесть Но Если Нету Аналитических Пыводов То это Все-таки Скорее История Чем Историческая Социология Мне Иногда Задают Вопрос Почему Я В число Исторических Социологов Не отнес Фернана Броделя Знаменитого Французского Историка Из Школы Аналуз А вот Как раз По этой Причине Мне кажется Фернан Бродель Сам Не хотел Быть Социологом Он Оставался Историком Но Работал В рамках Так называемого Долгого Время То есть На протяжении Очень больших Исторических Пространств И Временных И Географических Бродель Работал Но Когда Мы Пытаемся Из текста Броделя Сделать вывод А почему Произошло То-то и то-то Скажем Почему Испания Отстала Франция Двинулась Вперед Голландия Оказалась Лидером Из текстов Броделя Такие выводы Очень трудно Сделать Бродель Очень осторожен В этом плане Описывает 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 Потом Ждешь вывода А он уже Перешел На другую Проблемацию Не всегда Иногда Выводы Вполне Можно У него Обнаружиться Но Он на них Не акцентирует Внимание И не всегда Убедительно Доказывает А историк Он великий Один из Величайших Мастеров Исторического Жанра В 20 веке Здесь Наверное Самое время Опять напомнить Нашим зрителям О необходимости Лайков И пишите Свои комментарии Вопросы Потому что Через какое-то Время Мы Измерим И отключим Вернемся К ним И наверное Если есть Что-то интересное То обязательно Ответим На них В других Программах А чему Может научиться Грубо говоря Слушатель Этого курса Ну вот Кроме того Что он узнает О каких-то Фактах Которых он Наверное Не знал Вы я так понимаю Уже сказали Про то что Научиться Научиться Анализировать А вот если На конкретных Примерах Тот кто Посмотрит Этот курс Во-первых Получит Общее Представление О том Какие Важнейшие Исследования В области Исторической Социологии Можно почитать Я даю Их Краткий Анализ И Причем Не просто Перечисляю Иначе Можно было бы Список Литературы Опубликовать А я даю Краткий Анализ И стараюсь Показать Вот из этого У этого автора Вы можете взять То-то и то-то Но не получите То-то и то-то У этого Вы получите Другое Но некоторые Его выводы С точки зрения Дмитрия Травина Сомнительны Хотя возможно Вы не согласитесь И мнение Травина Оспорите Там вот Какой-то автор Очень популярен Его книга Издается Пятым Тиражом Уже Но с моей точки зрения Это Вообще Несерьезный Исследователь Хотя я его В данном Цикле Анализирую Поскольку Наверняка Вас Моих зрителей Это имя Заинтересует Вы о нем Слышали Ну и так далее Есть Нобелевские Лауиаты Которые занимались Исторической Социологией На это Обращаю Внимание Это вот Большой блок Информации Которую Вы здесь получите И дальше Если вы Интересуетесь Конкретными Вопросами О богатстве Бедности Революция И так далее Вы уже знаете Что можно почитать Причем Все это доступно На русском языке Я специально Анализирую Те исследования Которые Существуют В России Которые можно Купить Скачать Ну если уж Совсем ничего То сходить Просто В большую Библиотеку И почитать Там Знаю Насколько Это сегодня Непопулярно Я сам Хожу Постоянно В российскую Национальную Библиотеку Ленинградскую Публичку Как ее раньше Называли Там очень Мало читателей Но тем не менее Если книга Недоступна Другим образом Это всегда Можно Сделать В крупных Городах Вот А второй Момент Я подробно Причем В самом начале Корса Рассказываю О модернизации О том Что такое Теория Модернизации Вы даже Не представляете Сколько Михаил с этим Связан Я постоянно Вступаю В дискуссии Вот последняя Была Буквально Неделю назад С различными Учеными С высокими Учеными Степенями Которые Даже Примерно Не представляют Себе Что такое Теория Модернизации Когда и Для чего Она возникла У них Просто представление Что теория Модернизации Это такая Ну Это Теория О прогрессе О том Что когда-то Все было плохо А потом Все будет хорошо И С такой Позиции Они скептически Смотрят Вот там Странные Какие-то люди Типа Травина Теория Модернизации Занимается На самом деле Это совершенно Другое И как раз Теория Модернизации Возникла Не В давние Времена Когда Представления О прогрессе Были популярны А теория Модернизации Возникла В 50-е 60-е Годы 20-го Века И как раз Объясняла Как развивается Общество Какие трудности Бывают На пути Развития Общества Почему Это не Прогресс Вот такой Вот простой Однонаправленный Линейный А какие Здесь есть Зигзаги Повороты Почему Модернизация Может вдруг Останавливаться И Вести В какую-то Область Которая Нам Не нравится И даже Иногда Вдруг Говорят А это Вот Контрмодернизация Я Не использую Термин Контрмодернизация Как раз По той причине Что когда Модернизация Заводит нас В какую-нибудь Революцию Это тоже Модернизация Надо понимать Что это Не случайность Это То Что С большой Степенью Вероятности Должно Было Возникнуть И является Как у Медали Просто Вот Обратной Стороной Мы можем Смотреть На одну Приятную Нам Сторон Но Теория Модернизации Постоянно Нам Рассказывает О том Какие Опасности Какие Оборотные Стороны У Экономического Роста Движения Демократии Могут Быть Вот Об этом Я Рассказываю В этом Курсе И Может быть Через Какое-то Время Напишу Книгу О Теории Модернизации Тем более Что у нас В Европейском Университете Есть специальная Серия Азбука Понятий Для этой Серии Я бы очень Хотел Книжку Написать Просто пока Еще не успеть Это никак сделать Здравствуйте Меня зовут Валерий Нечай И я Как всегда Рассказываю Вам О всех Новых Вещах Которые Делают Журналисты Эхо Петербурга Видите Несмотря на то Что эхо У нас Пытаются Украсть Мы все равно Называем себя Журналистами Эхо И продолжаем Работать Вне зависимости От того Какой канал Мы представляем Конечно Если мы говорим Про ищем выход Я очень рекомендую Всем смотреть Вечерние разговоры Которые мы записываем С нашими гостями И выходят они Где-то в районе 22 часов Вечером По будням Не каждый день Пока Но мы пока Стараемся И смотрим Насколько этот формат Заходит И я Также напоминаю Вам про Целый Цикл программ От Максима Кузахметова Все так Плюс Почему-то Не всегда Получается Так что Эта программа Набирает Достаточное Количество Зрителей Но тем не менее Она заслуживает Того Чтобы на нее Обратили внимание Поэтому Я напоминаю Вам про это Ну и конечно То что я вам Точно Должен Сказать Это то что На канале Живой Гвоздь Выходит Утренняя Разворот С понедельника По пятницу С 7 55 Подключайтесь К нашим коллегам И смотрите Эти утренние эфиры Ну и конечно Поддерживайте Нас Как это можно Сделать Сказано В описании Нам действительно Очень важна И нужна Ваша поддержка Август Прошел Не очень успешно И целая серьезная Большая довольно Дура Возникла В нашем бюджете Но мы Мы пока Справляемся Благодаря вам За что Спасибо Ютуб канал Ищем выход Мы с вами Каждый день Особые истории С Дмитрием Травиным Возвращаясь Снова Курса Точнее Обращаясь К нему И уже Если говорить Про российский Аспект Традиционно Ведь когда мы Говорим о науке Мы говорим В том числе О каких-то Загадках Головоломках Вернее Так правильно Это слово Больше подходит Вот А какие головоломки Если мы говорим Про историческую социологию Можно В частности В этом курсе Вы рассматриваете В отношении России Я стараюсь Каждую тематику Так или иначе Свести к России Я там рассказываю О теории модернизации О институциональном анализе О революциях О движении От империи К национальному государству И каждый раз Стараюсь затрагивать Россию Хотя в трудах Ученых Которые я анализирую Как я уже говорил Россия не всегда Рассматривается Головоломок Здесь Довольно много Ну и Одна из моих Любимых Состоит в том Что Скажем Чарльз Тиллин Когда Анализировал Разные Европейские Страны И сводил Их В различные Группы Вот какие Европейские Страны По тем критериям Которые Чарльз Тиллин Выделял Больше друг на друга Похожи Он Поступил Совсем не так Как принято у нас У нас ведь Как обычно говорят Россия и Запад Вот все западные страны Друг на друга похожи От Португалии До Литвы А Россия особая Нет Чарльз Тиллин Сделал Следующую Классификацию Он Объединил Россию В одну группу С Польшей Пруссией Швецией Сербией А В другую группу Он Поставил Англию И Францию Третью группу Он Сформировал Из Маленьких Городов Государств Начиная От Венеции Гену И Флоренции До Голландии Вот я не знаю Нужно ли сейчас Рассказывать Подробно О том Почему Чарльз Тилли Так сделал И почему С его точки зрения Россия Вовсе не противостоит Западу А внутри Всей Европы Есть совершенно Другие деления Где Скажем Англия и Франция С одной стороны Противостоят Руссии Ну Потом Германии И России Ну Хотя бы Немного Может быть Что Хотя бы Немного Да Ну Смотрите Немного Скажу Действительно Чарльз Тилли Знаменит Так называемой Военно-налоговой Теорией Он Рассматривает Формирование Современных Государств С точки Зрения Того Как Эти Государства Должны Были Выстраивать Свои Вооруженные Силы А Вооруженные Силы Они Должны Были Выстраивать Ну Не должны Были А могли Вот это Слово Лучше Использовать В зависимости От того Сколько У них Есть Денег А денег У них Есть Столько Сколько Они Собирают В виде Налогов А налогов Они Собирать Собирать Столько Сколько Дает Экономика Бедной Экономики Много Не Соберешь А с Богатой Экономики Можно Собрать Больше И вот По Этим Критериям Чарльз Тилле Сформировал Группу Наиболее преуспевших Европейских Государств Ну Буквально Вот Из двух Государств Англии и Франции Естественно Речь идет О долгом Времени Не о Современности Не о 20 веке Потому что Сейчас уже Соединенные Штаты Есть Там Китай Речь идет О долговременном Европейском Развитии О том Почему Где-то К началу Нового Времени Может К середине Нового Времени Произошла Определенная Дифференциация В Европе Вот Англия Франция Оказались Наиболее Преуспевшими Европейскими Государствами Россия И Пруссия Вынуждены Были Их Догонять Но Оказались По своим Политическим Режимам Существенно Иными Чем Англия И Франция И Чарстиль Это Объясняет Не Какой-то Вековой Деспотии Не Татаро-Монгольским Игом Скажем У немцев Не было Татаро-Монгольского Ига А Политические Режимы В Прусссии В России Были Похожи По многим Параметрам Вот Чарстиль Это Объясняет Военно-налоговыми Проблемами Военных Финансов А И этим же Он объясняет Взлет И затем Довольно Быстрое Падение Маленьких Городов Государств Они В свое Время Были Очень Богатыми И успешными Но Никакой Из этих Государств Не Стало Европейской Доминирующей Силы Ни Венеция Ни 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 Хотя В разное Время Они Были Сопоставимы По своей Мощи Даже Военной Мощи С Крупными Европейскими Державами Вот Это Одна Из Моих Любимых Загадок Ну Естественно Есть Загадки Касающиеся Революции Но Там В общем Много О чем Можно Говорить Давайте Тогда Если кратко Резюме Сделаем У меня Вопрос Традиционный Еще раз А зачем Нам Зачем Людям Нужно Это Изучать Я думаю Что здесь Можно Четко Выделить Краткосрочные Долгосрочные Задачи Краткосрочные Потому Что Этих Знаний Нам Явно Не Хватает У Нас Есть Много Книг Много Лекционных Курсов По Конкретным Вопросам Допустим Вы можете Заинтересоваться Историей Русской Революции И Прочесть Несколько Прекрасных Книг Допустим О Бориса Колоницкого Из Европейского Университета В Петербурге Или у Владимира Булдакова Московского Историка А кто-то Старого Ричарда Пайпса Поднимет То есть Вы можете Прочесть Целые От хороших Книг Но Вы Вы При этом Будете Знать Именно То Что Происходило В России В Годы Революции Эти Книги Вам Дадут Хорошую Фактическую Базу Но Не Ответы На Вопрос О том Как Вообще Происходит Революция А В Исторической Социологии Вы Можете Получить Ответы Именно На Эти Вопрос На Этот Вопрос Как Вообще Происходит Революции Причем Ответы Могут Быть Разные Это Не Значит Есть Один Готовый Ответ Из Российских Авторов Скажем Я Анализирую В своем Лекционном Курсе Монографии Егора Гайдара И Бориса Мирона Причем Они Очень С разных Позиций Следуют Что Такое Революция Да И Владимир Ма Вот Три А Да Он Как Раз Этенологической Позиции Больше Да Да Шанин Теодор Шанин Да Еще Теодор Шанин Но Он Такой По полуру На четверть Русский На четверть Английский На четверть Израильский Польский То есть У него Разные Идентичности Есть Вот То есть Вы можете Познакомиться С разными Книгами О революции Увидеть Разные Теории Из Зарубежных Авторов От Джека Голдстоуна Который Написал Очень Короткую Популярную Книгу О революциях Дош Мулер Эйзенштадта Который Написал Толстую И Очень Заумную Написанную Книгу Но Но Ее Тоже Стоит Знать Если Вы Хотите Разобраться В этих Вопросах Вот Это Краткосрочная Задача Во всем Этом Разобраться А По большому Счету Мне кажется Что Без Формирования Представлений Хотя бы В политических Элитах О том Как развивается Общество Мы Просто Не сможем Изменить Свою Страну Даже В будущем Когда Такие Возможности Появятся Историческая Социология Может Рассказать Серьезным Политическим Лидерам Или Хотя бы Их Консультантам Политические Лидеры Этко Тнижки Читают Но Их Консультанты Все-таки Этим Занимаются Вот Может Рассказать О том Что Надо Делать И Что Не Надо Какие Были Классические Ошибки При построении Демократии А Как В тех Или иных Странах Удалось Реально Построить Демократию И Можно Узнать Не мифы О построении Демократии А то Как реально Это все Осуществлялось Вот В идеале Конечно Я хотел бы Чтобы Мои скромные Труды Когда-то Послужили бы И Формированию Представлений Российской Политической Элиты Но может быть Не мои труды Я здесь скорее Как посредник Себя Рассматриваю Вот этот Мой лекционный Курс Это скорее Именно Посредничество В Продвижении К тем книгам Которые следует Почитать К тем знаниям Которые следует Получить От Ведущих Мировых Ученых В этой области Ну что же Хорошо Я напоминаю Нашим зрителям Что ссылка На Курс Есть Как Вы наверняка Его сейчас Видите И также Есть активная Ссылка В описании К этому Видео Спасибо большое Дмитрий Травин Научный руководитель Центра исследования Модернизации При Европейском Университете В Петербурге Спасибо Спасибо Всего доброго Так Самое главное Выключить Звучит Спасибо 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 Спасибо